Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о том, как изменилось обучение в школе Бавсуновского и поговорим конкретно о Джанго. Цель мы ставим, чтобы пользователи реально начали писать сложные проекты. Видео, может быть, будет не очень короткое, но я хочу, чтобы вы поняли, откуда такая уверенность и почему это будет применяться. Сначала практические результаты, которые достигнуты школой вот уже на сегодняшний день. Сейчас. Это уже было давно, но тем не менее я разместил запись Александра Проценко. Вот он писал и по урокам делал сайт для Центра медицинских комиссий. Саша написал, что прочитаете, да, на главной странице. Дальше, дальше. Спустя 4 года практически, с 2013 работает школа. Если вы не поленитесь, нажмите «Новое читать». И лучше всего нажать «Промотать» с самых свежих записей, то есть, чтобы посмотреть. Но я сосредоточу внимание, что уже начиная с 2017 года начали приходить сообщения. Ну вот, наш участник Егор переделал с PHP сайт на Django. От Александра Галанина, Москва. Валерий Иванович, привет. Много воды утекло, в банк взяли разработчикам, уже почти 8 месяцев работаю. Все нравится. Не хвалюсь. Так, так, так. Не хвалюсь, просто хотел сказать спасибо за вашу работу. Мне очень помогли уроки. Я не пожалел, что учился. Для меня они были хорошим стартом для самостоятельного изучения. И так далее. То есть, школа дает результат. На сегодняшний день я скажу, что пусть она, может, некрасивая здесь, я тоже поясню, ребята. Ребят, ну, переделаю я дизайн. Просто-напросто, если я сейчас займусь дизайном, то вы недополучите уроков. Я понимаю, что вы приходите, у вас куча энергии. А для меня это вот сплошное, да, с 2009, вообще школа с 2013 года, для меня сплошное. Из-за дня в день уроки, уроки, уроки. Поэтому, допустим, я берегу свое здоровье и не могу заниматься, допустим, и писать сайт, и делать уроки. Так как у меня должна быть какая-то и личная жизнь, понимаете, да. Поэтому, конечно, сайтом я займусь потихонечку и переделаю. Значит, теперь, чем отличается школа от других школ? Я хочу сейчас рассмотреть вообще два вопроса о новой методике, вот именно за это видео. Но сразу заострю ваше внимание. Большинство школ, вот взяли там 10 пунктов, набрали группу там 3 месяца и дали. И везде дают начало. При этом я могу, это я не у вас спрашиваю, я вам говорю, что любые книги там под джангой для начинающих, они все включают одно и то же. И по сути дела, да, человек познакомился, но писать вряд ли будет. Так вот, школа отличается от всего этого следующим. Здесь более 10 суток видео. И когда человек входит, здесь все расположено на самом деле по порядку. Вот, иди по значкам, ссылки нажимай, то здесь информация и для совсем новичков, информация и для более сложных. По сути дела, информация выводит человека на средний уровень. Он с легкостью может написать сайт, простой блог. А сейчас мы перейдем к написанию социальных сетей. То есть, к более сложным моментам. И вот теперь перехожу к основной части. Благодаря чему это стало возможно. То есть, была подобрана методика. Я начал в школе новое направление. Это направление Kotlin, плюс блокчейн, плюс Android Studio. Об этой методике я рассказывал много. Если вы посмотрите здесь много видео, вы поймете. Смысл ее в следующем. Что здесь в центр становится практика. То есть, а практика значит функция. И, допустим, если в классическом курсе в языке, который тоже есть в школе, мы изучаем там списки, допустим, в Python словари и так далее. Но потом у человека как бы образуется провал. Вот он видит, что такое список, видит, что такое словарь, но как применить, не понимает. Джанго частично решала эту задачу, потому что все здесь проекты, они все реальные проекты. Поэтому начали рождаться сайты. В Python этот пробел тоже сегодня устранен. И вот я не поленюсь, хотя я показывал не раз, но покажу вот реальные результаты. То есть, по сути дела, школа блокчейн была начата до Нового года. Сегодня Есть люди, да, вот 26.06.18, сегодня март. 5-6 месяцев, да, то есть человек пишет на двух языках, реально. То есть методика работы от функции, она работает прекрасно. То есть есть результаты, человек реально пишет. А отлично понятно, что если будет развиваться, он сможет написать все, что угодно. Теперь давайте почитаем комментарии данного человека. Всем привет. 5 месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Для меня это было как бы собрать какой-то нибудь космический корабль. Но в школе все происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся, и все дело сделано. Программа обучения очень мне нравится. Все круто. Бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка. Но как-то взял и начал. Ощущения очень крутыми. Словами не опишешь. Каждый день что-то новое. И еще появились планы на будущее. Это круто. Если посмотреть назад на 5 месяцев, то разница очень огромная. Был одним человеком, начал вставать другим человеком. Просто пробуйте, и будет все нормально. Там Ситушкин написал. Когда знаешь, хотя бы один из их хоть немного, что-то написал, возникает осведомленность. В общем, ребят. Грубо говоря, эту новую методику я и начал применять, которую на Котлин испробовал и увидел результат. Начал применять для чистого Python. То есть, по сути дела, я начал вести человека, знаю, что очень много ребят, они мне пишут, делают эти задания. То есть, опять же, построил все вокруг функций. Потому что функция рабочая лошадка. Когда человек работает, допустим, в пределах функции с теми же списками, словарями и так далее, он начинает понимать язык. Потому что именно это знание он и будет использовать на практике. То есть, нарабатывалось. Вот сегодня такой метод я переношу на Джанго. Теперь давайте по Джанго разберемся. Если вы зайдете на сайт, то увидите рекомендации. И они совершенно реальны. И единственные правильные. По других нету. Я сейчас поясню. Теперь внимание. Итак, вот вверху сайта Джанго добавлена жирная ссылка, как правильно изучать Джанго. Я просто сюда вложил письма. Почитайте. Недавно получил сообщение от парня, который писал примерно следующее. Делал два проекта по туториалам. И ничего не понял. Абсолютно нормальная ситуация. Ребята. Во-первых. Давайте откроем сайт Джанго. И поймем важную вещь. Почему вот именно... Почему я рекомендую изучать именно таким образом. Вот мы открываем Джанго. Документация. И на самом деле здесь мы видим ядро Джанго. Ядро Джанго одинаковое версии 1.5, одинаковое версии 2. Что-то добавляется новое. Допустим, там тип поля. Но принцип и философия, оно одинаковое. Берем Field Types. Типы полей. Вот у нас мы смотрим. Нуль, бланк, шойса. То есть, db column и так далее. И так далее. Теперь мы берем, меняем версию. Я в браузере меняю, может вам не видно, но ставлю 1.7. И нажимаю Enter. Предупреждение, что это старая версия. Но мы видим те же типы полей. Нуль, бланк, шойса. db column. То есть, все осталось. Может что-то добавиться. Но надо привыкнуть к Джанго. Если вы хотите быть разработчиком Джанго, хотите использовать код. А ведь до Джанго 2, это же больше 10 лет прошло. Я уже не знаю, наверное, больше, может и 15 уже. Накоплена куча кода. И реально, если посмотреть, то файл настроек Джанго 2 такой же, как Джанго 1 был. А по кругу прошли, там много менялось. Так вот, Джанго, оно постоянно меняет место положения библиотек. Потому что, ну, у них такая философия. Я объяснил в этой статье. Так вот, если вы хотите реально писать, то берете, заходите в личный кабинет. И пошли сначала. Потому что, допустим, здесь начинается с Джанго 1.6. От единицы до 1.6 практически одно и то же. Допустим, в 1.6 вы изучите шаблоны. Шаблоны в 1.6 и в 2, они одинаковые. Просто в 2 их стало больше. Но принцип вы уже будете понимать. И легко переносить на 2. Дальше вы будете работать, допустим, с версией 1.7. Здесь вы напишите первый практикум. То есть, четко поймете, вот так создается модель, так создается представление. Вот так работает УРЛ. И, в принципе, люди здесь, я заметил, самые большие восклсы. Ес! Я понимаю, как это работает. Да, ребята, это первый серьезный шаг к пониманию Джанго. Дальше вы посмотрите, допустим, 1.8. Это выборка полей. Если вы таким же способом, вот опять стало 2, пойдете в ту же кирюсет модель референс, да, то есть выборка полей, то просто она такая же, как было в 1.5, 1.4, просто добавилось полей. Но принцип не изменился. Поэтому, если вы понимаете, как это работает в 1.8, то вы будете легко использовать в этом 2. Самое важное, что в процессе прохождения курсов по порядку вы, наконец-то, начнете понимать файл настроек. Раз. Вы начнете понимать стратегию Джанго. Для вас больше не будет проблемой взять какой-то код и переписать это разработчики Джанго. А что делать, когда они собрались в 2011 году, да? Что делать? Переписывать код. Вот и все. Это единственный способ. И переписать код под себя, под любую версию. У меня это произошло незаметно. Я даже расскажу, как. Так, было время, когда, допустим, я не мог даже установить библиотеку, да, с гитхаба, когда начинал. А тут как-то, ну, давно это было, но примерно было так. Скачал я, по-моему, редактор текстовой. И не работает. Сразу полез в библиотеку и меняю код. А потом сам себе говорю. Стоп, Валера. Ты сегодня взял и переписываешь по себе библиотеку. И это как бы не замечаешь. Когда это произошло? Не знаю, ребят. С вами это точно произойдет. Если будете двигаться таким путем. Надеюсь, я вас убедил. А будете делать или нет. Вот то, что пример я говорил, что парень писал, начиналось с версии 1.11. И это большая ошибка. Надо понимать джанго, понимать ядро. Потому что после двойки она также будет меняться. Ничего не изменится. Но это очень круто. А теперь я вас ввел в новую стратегию. Теперь поговорим о дальнейшем продвижении в джанго 2. Смотрите. Школа python-spb-tut.ru Это школа, где я называю выход на средний уровень джанго. При этом средний уровень это я ставлю для себя планку. Но не для вас. На данный момент средний уровень. Человек должен был написать сайт, блог. По крайней мере начать писать в магазин. Сейчас я уже в джанго 2 поднимаю эту планку. Поднимаю я ее для себя. На данный момент участник школы должен легко написать в социальную сеть, форум, магазин. Я беру три коммерческие вещи. Почему я их беру? Поясняю. Беру вещь. Ну, например, социальную сеть. Это проект. Я взял для примера. То есть, я вам говорил, что книги, они бесполезны. По крайней мере, для уровня, который хочу давать я. Да, даю сейчас. В данный момент уже даю. Потому что в книгах такого нет. Поэтому, так как я понимаю в коде, мы будем заниматься следующим образом. Теперь следите внимательно. Уже начали заниматься мы следующим образом. То есть, например, мы опять же проходимся по ядру джанго, но немножко меняем тактику. На ту, которая работает и показала результат. Я рассказывал вот о ребятах, конкретно о Сергея Сачем, который начал писать за несколько месяцев на двух языках. И делает это неплохо. Мы берем, допустим, типы полей. В данном случае есть два варианта. Документация в джанго разработана для людей, которые уже знают джанго. То есть, это не обучающий материал. Это именно доки. И, по сути дела, бери да изучай. Но новичок, если смотрит на эту документацию, то что такое нолик, где он применяется, и краткие подсказки ни к чему не ведут. Мы будем решать эту задачу следующим образом. Мы берем какой-то кусок кода с проекта, модель. В данном случае, так как вот дальше мы продолжаем уроки, мы с вами уже рассмотрели модели, да, какие бывают, как используются. Где они там, эти модели. То есть, мы рассмотрели уже, допустим, там, во-первых, создали мощную базу обучающую. Научились работать с Markdown, чтобы я позаботился именно, чтобы вы могли делать себе заметки, собирать код. То есть, действительно, ничего не забывать. Все надо записывать, ребята. То есть, всему этому я вас научил. Кроме этого, мы вот начали с рассмотрения модели. То есть, рассмотрели абстрактную модель, она вот здесь используется. Рассмотрели обычную модель, рассмотрели прокси модель. На этом я заострил аж два курса внимания, потому что, дайте уже договорю этот момент, потому что это вообще никто не использует. А вещь настолько мощная, что не сказать. А даже сегодня посмотришь в интернете, ну, так, есть примеры. А чтобы использовать, люди боятся как бы. А на самом деле, очень круто все. Так вот, не смотрите код, просто понимайте смысл. Представьте, у вас есть магазин. У вас есть модель. Ну, тут другие поля, но не важно. У вас есть модель, где надо выводить записи. И вот, что делает прокси модель. Прокси модель, она делает следующее. То есть, вы написали модель. И у вас есть определенная сортировка. То есть, в обычной модели вы можете излечь там, либо все записи, либо там 10 записей. И вывести. Но они будут всегда в одном и том же порядке. А вам, допустим, на второй части страницы надо излечь товары там 19, 18, 17. Так вот, вы просто-напросто берете и пишете менеджер. Где просто ставите прокси. А прокси, вспомните, с чем у нас с ассоциацией связаны. То есть, изменить IP, да? Тут смысл, если это прокси, то же самое. Только здесь изменить поведение модели. Получается, что вы просто используете менеджер, а потом выборку делаете при помощи этого менеджера. И, по сути дела, таких менеджеров вы можете написать хоть 100 штук. То есть, один будет там 5 записей, делаю 5. И у вас одна и та же модель будет иметь разное поведение. То есть, по сути дела, вы пользователю дадите всю информацию, которую вам надо. Почему не использовать? Ребят, потому что не знают. Потому что боятся. А на самом деле, услышали слово прокси? Все банально, просто банально. Так вот. Далее мы продолжаем в том же духе. То есть, мы идем, опять же, от нутра джанга. От, как я сказал, мы берем, допустим, в данном случае, вот сегодня я занимаюсь, именно объясняю вам, типы полей. Не типы полей, а опции полей. Опции полей, это то, что мы записываем в скобках после названия поля. И это надо знать. Единственное, нам надо решить первую. Вы должны применять это. Раз научиться, вы должны уверенно понимать, что есть что. То есть, конечно, в данном случае, вот это поле обозначает, что будет иметь 255 символов. Дальше путаница начинается с нуль, с нуль, из бланк. Да, новичку он не знает, но когда мы будем писать с вами и понимаем, что я вам говорю, что вот бланк, это то есть запись, может быть пустой. Если бланк поставить, допустим, он по умолчанию фалс, то есть, тогда надо обязательно заполнять. Это вот, как мы, допустим, заполняем регистрацию, там стоят звездочки. Вот так же, допустим, если мы ставим бланк, допустим, ничего не ставим, то по умолчанию это бланк, значит, фалс. То есть, по сути дела, значит, поле должно быть обязательно заполнено, иначе просто вам не даст джанга дальше работать, пока вы что-то не впишите. Так вот, ну мы, в чем заключается наш метод? Мы берем кусок кода с определенного проекта. Ваша будет задача переписать это со своими названиями, проработать, так как я вам расскажу первичный материал, что и что дам, проработать. И вот, как я заметил, по школе начинаются проблемы именно с написанием представлений. И вот здесь мы начинаем с вами работать, как я показывал, вот здесь создастся, опять же, рубрика в группе, где будут даваться конкретные задания, которые расширяют тематику. И под контролем, при помощи друг друга вы будете писать эти представления, где будут указываться конкретные задачи. Так вы, конечно же, преодолеете рубеж, увидите, что у вас получилось, получается, и начнете писать такие вещи, как социальная сеть, начнете писать такие вещи, как магазин. Это первая задача. Вторая задача, так как у джангов все-таки принцип не повторяйся, сегодня достаточно много библиотек, взял магазин, но это будет только начало. Поэтому взял и дописал. Вот это будет сегодня в школе выходить на средний уровень. Хотя, вместе с тем, я начал также тематику на другом сайте. Python-tut.ru Здесь более сложные вещи. Надо много уже изменить, потому что я имею в виду сописание в связи вот этих вот изменений за последние полгода. То есть методика школы, она настолько стала результативной. Я также потихонечку показываю проект, как мы пишем и разъясняю, как писать в социальную сеть. Но не переживайте, это будет все отличаться, потому что так неинтересно. Так вы посмотрели, я позабочусь о том, чтобы это отличало, чтобы вы реально писали. Понятно. Я хочу ответить на вопрос, а почему так? Здесь готовые проекты и все более сложные вещи для расширяющей жанга. А сайт SPB-tut, то есть школа, которая выводит человека с нуля до среднего уровня. Единственное, средний уровень я потихонечку поднимаю. Если ранее это был сайт-блог, то сегодня это социальная сеть. Но при этом, если вы проходите уроки по шагам, то для вас средний уровень тоже будет спокойно подниматься, ребят. То есть сначала первые занятия, потом простой сайтик, и потом вы доходите до социальной сети. Я надеюсь, это понятно. Я надеюсь, вы меня услышали, что перескакивать не надо. Я надеюсь, вы услышали, что все уроки расположены от простого к сложному. Быстрее не будет. Писать будете. Итак, школа. На сегодняшний день, с 2017 года, мне начали приходить уже больше сообщений. Кто-то нашел работу, кто-то переписал сайт. То есть материал школы работает. Просто, как я уже заканчивал, говорил вначале, что случайно получилось. Я не сидел там, не думал. Я же не шехтер, как там английского языка. Я не сидел и не думал. Я постоянно, конечно, думаю, какой бы метод разработать. Я просто думаю, как улучшить обучение, как донести. И то, что, допустим, получилось внедрить на Kotling.lang.spb-tut.ru, то есть новая методика. И здесь был очень простой пример. Тема очень большая. Я думаю, я ставил задачу вообще другую. Совместить и обучение, и написание кода. Вот почему люди пишут. То есть здесь методика, она совмещает, как бы ты учишься и сразу пишешь. Почему? Потому что это идет в разрезе функций. То есть ты сразу работаешь с рабочей лошадкой кода. И потом уже, только я осознал, что это действительно очень классная методика. Потом я эту методику перенес на Python, как дополнение, и сейчас перенес на Django. Поэтому просто хотел вам рассказать, чтобы вы понимали стратегию школы, чтобы у вас ушел страх. И так как уже, ну, все у меня пишут, то, конечно, у вас все получится. И самое главное, конечно же, отведу одну секунду времени. Вот это сообщение, когда прочитаете, Это Сидушкин написал. Когда знаешь хотя бы один язык, хоть немного, Когда что-то на нем написал, то возникает осведомленность. То есть из Python я знаю, что можно работать со строками, Я знаю, что есть списки, я знаю, что можно строить графики с помощью Matplotlib. Из курса Django я знаю о регулярных выражениях. Когда начинаешь изучать в своем случае Java, в курсе о методах строк и о списках, ничего нет. Там обучение построено по-другому. И вот, когда начинаешь писать программу, сам начинаешь искать методы строк. В Java есть срезы, только записываются по-другому. Вместо списка объект, значит, массив лист, а регулярные выражения похожи. С одной стороны, важно, видишь разницу между языками, С другой стороны, то, что использовал, помогает уже в новом языке. То есть, если я чинил один автомобиль на протяжении года со вторым, разберусь уже быстрее. К тому же, сами новости школы бывают интересны. Они опять же дают осведомленность, что можно сделать, а можно так, а можно и так. Или просто вспоминаешь о том, что это уже было, и ищешь. Поэтому я говорю, делайте папки, вот как я делаю. Что для вас важно? Складывайте в школе. Ребят, вот я буквально минуту затрачу времени еще вашего. Ребят, изучайте два языка. Это архиважно. Почему? Почему я объяснял много. Для этого надо просто зайти, они научились, и почитать здесь записи, как войти в язык, что. То есть, тут есть видео. Просто я скажу одно. Школа работает сегодня, я работаю таким образом в своем обучении, чтобы воспитывался многопрофильный программист. Это очень важно. Изучение двух языков, и один, и второй вы будете понимать через полгода. Отлично. В отличие от того, если вы будете изучать только один язык, вам не с чем будет сравнить. Когда вы изучаете два языка, они очень хорошо откладываются. И важно, вы начинаете понимать и тот, и другой. То есть, если взять равный промежуток времени 8 лет, сколько я в программировании, то через 8 лет, да, если, допустим, сегодня человек приходит в школу, да, и мы в джанго рассматриваем социальные сети, здесь он изучает Kotlin, здесь Python, то понятно, что через 8 лет вы будете суперпрофессионалом. Поэтому, пожалуйста, прошу это услышать. Не тупите. Не нужно повторения ошибок. Вот только что читали выражение Ситушкина, Kotlin – это простой Java. То есть, это полностью Java, только Kotlin скрывает весь код от нас. Его учить приятно. Вот это одна строка на Kotlin, слева 40 строк на Java. Скучно на Java, да, сразу куча работы. А здесь сразу выражаешь мысль. Поэтому Kotlin полностью компилирует код Java. Но в данном случае в Kotlin мы, как в Python, просто сразу выражаем мысль. А там гетеры, сетеры и все прочие вещи Kotlin делает автоматом. При этом я здесь показываю, если будете смотреть видео, здесь есть на сайте, что легко Kotlin перегнать в Java, Java в Kotlin и так далее. Поэтому изучайте. Ну, а под джанго вам понятно. То есть, сам смысл. Ну, поехали так работать. Поэтому, кого интересовало писать, да, писать будете. Да, школа отличается от всех курсов. Потому что здесь мы рассматриваем с разных сторон одни и те же вещи. Материал постоянно растет. Постоянное добавление уроков, пожизненный доступ. Недорогая цена. Вперед. И занимайте свободным ритмом. На курсах вы пришли 3 месяца и все, свободен. Здесь вот человек пишет. Родился ребенок, не было времени. Вот сейчас только занялся. Я вот, второй пишет там. Дмитрий забыл фамилию. Вот начал он хорошо. Я помню, как-то начало еще в 13-м году. И забросил человек. Прошло 2 года, зря забросил. Пришел, начал заниматься. Лучше идите поспокойной и ничего не забрасывайте. Для тех, кто только начал. Описание, значит, видео. То есть, в описании видео найдете ссылки. А сайт spb-treatut.ru Выйти на сайт Kotlin можно и с этого сайта. Это главное. И еще. Python for Android. Либо kotlinclang.spb-treatut.ru Спасибо. Продолжение следует...